А сейчас к происшествию по трясшему тверскую общественность. Минувшие майские выходные, пожалуй, надолго запомнятся жителям деревни Никола Малицы Калининского района. Свои выходные сельчане посвятили охоте, но только не на лесную дичь, а на кладбищенских вандалов, осквернявших некрополь с начала весны. Посидев в засаде несколько ночей, отряд добровольцев все же вычислил и сдал в руки полиции странных визитеров, пришедших за полночь на погост с козой и ритуальными принадлежностями. Эксклюзивные подробности событий той ночи нам рассказали местные жители. Мистическая история в лучших традициях фильмов ужасов произошла недавно рядом с деревней Никола Малица. Место действия — сельское кладбище. Время — ночь, главные злодеи — чернокнижники, которые творили черную месу, то ли во имя тьмы, то ли во имя еще чего, вот на этом самом камне. Здесь, а еще непосредственно на самих могилах, местные жители обнаружили страшные находки, которые буквально повергли их в шок. Голова и тут где-то была записка. Вот она. А еще ножи, фотографии женщин, проколотые иголками и кости животных. На подобный артефакт наткнулся и работник ритуальной конторы, который монтировал памятник. В земле там что-то мешало. Копнул лопатой, оттуда вылезли рога. На следующее утро я приехал опять на это же место, осмотрел, то есть нашел камень-валун весь в крови, было дерево все в крови. За валуном я обнаружил труп козы, без головы петух висел черный. Через неделю местные нашли еще двух истерзанных коз на том же самом месте. Сельчане приняли решение положить конец этому беспределу, защитить покой и память усопших и устроили облаву на нарушителей покоя. Несколько дней патрулировали территорию, установили на деревьях фотоловушки. Визитеров долго ждать не пришлось. Попались так называемые черные окнижники прямо за ритуалом с поличным. Четыре, может пять зеркал, в общем, все круглые, большие, маленькие. Вокруг зеркал было наклеено перья. Посередине этих зеркал лежал большой вот этот кинжал, за который он и хотел ухватиться. И горели три свечи. Мистика или совпадение, но развязка этой истории случилась в ночь с 30 апреля на 1 мая. У тех, кто в теме, этот праздник именуется так называемая Вальпургиева ночь. Но вопреки ожиданиям, никаких людей в черных мантиях на месте не оказалось. Все было прозаичнее. Персонажа этой мистической истории – два пенсионера и коза. Готовил ритуал мужчина, женщина на подмоге. Своё присутствие ночью на кладбище с арсеналом ритуального инструментария и сигнальными ракетами они объяснили банально. Мы ничего никому. Мы приходим кормить собак и кошек здесь. Здесь приходят животные. Якобы для этих целей у них был мёд и лопата, которые, по их версии, они нашли по пути. А вот какова роль козы, наблюдателя или жертвы, остаётся пока не выясненным. Мы показываем, а вот этих вы тоже накормили, там две тушки лежат уже без головок. Этот начал оправдываться, у меня там сын в полиции работает. Вместе с козой нарушителей покоя забрали в отдел полиции. Проводится проверка. А местные жители продолжат нести дежурство на территории погоста. Это наше кладбище. То есть неприятно, мало ли, они над нашими, родными проводят ритуалы. Мы же это не можем знать. Считаю, что такого не должно быть. Как квалифицируют действия граждан, совершавших странный променад ночью на кладбище, да ещё с козой, свечами и зеркалом, ножом и мёдом решат компетентные органы. Но местные уверены, что здесь нужна помощь ещё и специалиста в области психиатрии.